То, что мы знаем, ограничено, а то, что не знаем, бесконечно. Привет, Даша! И традиционная, прочитанная за сентябрь 2015. Я прочитала в этом месяце Джон Ролли, сказки Барда Битля, Диану Лампитус, но не только, но об этом есть отдельное видео, совместно прочитанное с мамой. Также я прочитала Коню Рыжий Черкасова, но о нём я буду рассказывать в отдельном видео, которое я прочитаю полностью все три тома. И нам осталось две книги. Это Чехова детворяра. Собственно, это рассказ. Не знаю, как так вышло, что я его не почитала в творчестве, потому что в этой творчестве я очень-очень была увлечена Чеховым. И зачитывалась им, ну как это прошло, этот рассказ, мне непонятно. Это такая лёгонькая, казалось бы, история о детках, которые собрались однажды вечером поиграть в настольную игру. Но над этой, казалось бы, безмятежностью и лёгкостью прячется глубокая мысль. То есть Чехов нам показывает этим рассказом всё разнообразие, человеческая натура представляет нам разные, прошу прощения за такой термин, породы человека. И это действительно очень поучительно. И хоть это делается так, казалось бы, вскользь, казалось бы, так вот легонечко подаётся, а тем не менее смысл очень глубок. И также я прочитала «50 дней до моего самоубийства» автор Стейс Крамер. У меня сложилось впечатление очень двоякое. Девочка, безусловно, безгранично талантлива. Но ей нужно, наверное, я не знаю, даже опыта побольше, может, не знаю, чего. Когда читаешь, производится впечатление, что вот там лежала девочка, смотрела на небо и мечтала. И вот эти мечты она написала, и не только мечты, но и её приключения какие-то воображала. И вот всё, что она воображала, она написала в этой книге, потому что читается, чувствуется такая очень бесконепосредственность, и то, как человек описывает события, поступки, мысли. Это всё так, ну, как будто писал 14-летний человек. То есть вот такая подача идёт. И, как говорил Станиславский, не верю. То есть прям там такое происходит. Да даже когда до прям вот таких вот приключений пока ещё дело не дошло, а всё происходило в школе, всё равно у меня был вот этот эффект Станиславского не верю, потому что как-то вот не хватало градиента между событиями. плавненького такого перехода, как-то всё спонтанно, резко, в то же время невинно так. То есть так может рассуждать человек, который... Побертан был в период, да, в общем, когда эмоции обострены, переходный возраст, такое вот всё. Я не знаю, смогла ли я передать свои ощущения, впечатления. Однако, несмотря на то, что на перечисленные достатки книги, мы... Ну, у меня сложилось впечатление, что человек безумно талантлив, просто ему чего-то не хватает для того, чтобы писать действительно гениальные книги. Ну, и несмотря на то, что я сижу сейчас и говорю, что у меня был эффект Станиславского, но... Как я это называю? Тем не менее, события действительно захватывают, описываемые. Ты сидишь, считаешь, тебе интересно, что будет дальше, чем же всё это закончится. И... То есть, я дочитывала не потому, что это вот надо дочитать, да, а потому, что это... Правда, мне правда было интересно, чем всё кончится, поверьте мне. Чего бы вы ни ждали от концовки, вы всё равно будете удивлены. Собственно, в чём книга? Название говорит само за себя. Девочка-школица решает лишить себя жизни, но не в эмоциональном порыве, а даёт себе 50 дней, чтобы жизнь исправилась. Если спустя 50 дней действительно не возникнет никаких мытьев уже дальше, тогда она наложит на себя руки. Мне кажется, это очень хороший пример для молодёжи, что... Потому что суицид в основном совершается на эмоциях. Скорей, скорее, скорее. Вот. А если бы человек подождал хотя бы сутки, он мог бы придумать. Собственно, девочка ведёт личный день, где идёт отчёт дня, и она рассказывает, что вообще происходит в её жизни. Несмотря на то, что в книге много недочётов, которые я уже озвучила, и меня спросить, рекомендую ли я её к чтению, скорее я отвечу, что всё-таки рекомендую. Книга увлекательна ни на что, и, пожалуй, её достоинства окупают её недостатки. На этом, собственно, на сегодня всё. Пусть в вашем сердце всегда царит мир и любовь к людям и доброжелательность. Книга. Пока.